Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию наших интервью. С вами я, Виктория Луганская, профессиональный коуч, победитель номинации «Коуч-профессионал года» и член РУК Комитета приезда тематического в России. И сегодня у нас очень интересный гость. Анна Лебедева, позвольте представить. Мастер-сертифицированный коуч Международной Федерации Коучинга ICF, экзаменатор профессиональных коучей, директор Международного Эриксоновского университета коучинга представительства в России и странах СНГ, и член Совета директоров ICF в 2011-2012 году. Анна, здравствуйте, и спасибо вам большое, что вы нашли в вашем плотном графике время, чтобы уделить нашим зрителям и рассказать немножко о Голве. Благодарю вас. Конечно, знакомство с Тимоти Голве происходило у меня не лично, но так как это была одна из, возможно, первых, которые я прочитала, она осталась со мной как то, то, что является основой моего профессионального подхода и, на самом деле, мировоззрения на коучинг тоже. Могли бы вы рассказать, как произошло ваше первое знакомство с Тимоти Голве? Ну, в те времена, когда я начинала коучинг на русском языке и даже на английском было невероятно мало литературы, его книга, да, про внутреннюю игру попала ко мне в руки. Если подумать о Тимоти как о человеке, который начал подход к коучингу, когда я еще не родилась, то есть его первая книга в 1974 году была издана про внутреннюю игру в теннис, то для меня это был своего рода и инсайт, да, и кладезь системных знаний о подходе коуча к клиенту, которые легли, возможно, в мироощущение и в основу того, что я преподаю. Здорово. А можете сказать пару слов о методе Тимоти Голве? Как вы его воспринимаете? Что это для вас? Да, конечно. Если говорить о его методе, так как он один из основателей вообще самого понятия коучинг, да, то его идея о том, что необходимо сосредоточиться на том состоянии, которое есть у клиента сейчас, это то самое, что он обнаружил в теннисе, а потом перенес на бизнес. Не о том, куда тебе нужно двигаться. То есть мы все зачастую слышим клиентов, которым необходим успешный успех, которые очень хотят продвинуться и создать результаты в жизни, но это в принципе не отличает клиентов бизнеса от спортсменов, которым тоже нужны результаты во внешнем мире. Но его подход, он создал, сдвиг парадигмы внутрь. И, возможно, если люди не знают о Голве, они не знают, наверное, о том, что у них есть внешнее я и внутреннее я, да, необходимо глубинно услышать, да, услышать внутрь того, какой внутренний мир клиента или внутренний мир тебя. И, конечно же, вот эта идея внутренней игры, которая пришла к нему в голову при работе с теннисистами, она создает для нас мощную основу того, чтобы победить во внешней игре, да, чтобы достичь там успеха, необходимо обратить внимание, да, на то, а что происходит внутри, какие стратегии могут служить успеху. Акцент на том, что срабатывает, а не на том, что не срабатывает. Это очень важный акцент, который касается именно коучингового подхода. Как мы можем выстраивать свое будущее, фокусируясь на сильных сторонах и их развитие, а не на развитии слабых сторон. Этот подход, да, первая его книга была издана в 1974 году, а потом он же очень много с бизнес-корпорациями работал и показывал не только теннисистам, но и бизнесменам, ТАТ, да, АТА, Кула-Ка-Кола, Apple, IBM, большие компании. Туда приходил человек, имеющий, да, образование и опыт работы именно, да, в теннисном подходе, да, в спортивном, хотя он, конечно, имел другое образование в том числе, но он им показывал, как вот обратить внимание на то, что срабатывает, то, что внутри, как обратить внимание на внутренний потенциал. И получается, что уже 50 лет эти идеи, почти 50 лет, да, актуальны. То есть он докоснулся до того, что на самом деле является наследием и вкладом его те вещи, которые важны и вечны. Как вообще научить людей думать самих и научить учиться, да, как создавать компанию, которая может быть самообучающейся организацией. То есть если он был, может быть, и не коучем в том смысле, в котором мы как профессиональные коучи понимаем, то есть по определению коучинга, но он был, он создавал дух коучинга, коснулся самих основ коучинга, возможно, являлся в фундаменте коучинга, как и, возможно, Милпен Эриксон. Анна, спасибо большое, так интересно. Скажите, пожалуйста, как можно, на ваш взгляд, использовать эту философию, которую Тимати транслирует в жизни, в работе, коучем, менеджером? Вот как, на ваш взгляд, это может быть применимо? Менеджеры могут стать из руководителя директивных, могут стать, используя эту технологию, руководителями обучающейся организации. То есть руководитель, получается, не тот, кто ведет, да, стоя на броневике, показывая направление людям, а тот, кто является поддержкой. И это именно тот подход к лидерству, который для меня актуален. Лидерство служения, и любой человек может в компании стать лидером, даже если у него нет погон. Именно с точки зрения того, что мы меняем акцент в пенсионное обучение и самосовершенствование. Тогда, опять же, вертикальный рост становится не так интересен, как наращивание знания своего внутреннего мира, внутреннего я. Когда внешнее я говорит что-то, что же в этот момент может сказать внутреннее я? В чем сила, да, в этой практике? Если говорить о коучах и о людях, которые практикуют бизнес-тренинги, то именно для них головы являются, ну, своего рода отцом, создавшим фундамент, да, раскрытие потенциала человека, то куда мы идем, исходя из каких предпосылок мы слушаем человека с щедрым слушанием, широким слушанием? Исходя из того, что мы создаем, когда мы во взаимодействии с клиентом помогаем ему обратиться к самым важным аспектам его жизни, как мы можем помочь человеку войти в состояние потока, потому что тогда он говорил о клиницистах и менеджерах, как войти в состояние потока. В состоянии потока нет фокуса внимания на ограничениях и негативе, а есть фокус внимания на решениях и на том, как ты можешь к этим решениям прийти, исходя из своего внутреннего потенциала. Вот. Наверное, так скажу. Здорово. Мне кажется, то, что вы говорите, сейчас очень актуально для многих людей в разных профессиях, особенно с учетом текущего времени, с огромным количеством информации, с бешеным ритмом жизни. Мне кажется, все это очень важно. А что бы вы могли сказать тем людям, которые еще не знают ничего о Тимоте и не слышали, может быть, о его методике или слышали очень отдаленно? Вот пару слов, если можно. То, что они не знают о Тимоте Голви, это не плохо, не хорошо, это просто так. Когда мы ищем возможности для роста и развития, мы обращаем внимание на наш глубинный внутренний потенциал. И Тимоте Голви доказал по факту, на работе со спортсменами, та область, которая не терпит каких-то неработающих методик, там нужно именно показать, что твоя методика приносит пользу, что вообще задумываться в своем внутреннем мире полезно, полезно и практично. И это приносит и внутреннее состояние радости, гордости и счастья, и внешние результаты. И которые хотят узнать побольше об этом подходе, они могут задавать себе внутрь вопроса, что для меня является самым важным, что является ключевым, и услышать свой внутренний голос, то, о чем пукс внимания держит внутреннее я. И тогда им станет интересно в эту область развиваться. И развиваясь здесь, мы никогда не увидим финала, то есть никогда не узнаешь себя внутри, до конца можно много-много лет исследовать и развиваться, и находить новые-новые глубины и ресурсы, и сокровища там. Для успеха во внешнем мире необходимо обратиться к сокровищам внутри. Вот так, думаю я. Анна, спасибо большое. Такая интересная и красивая метафора, да, обратиться к сокровищам внутри. Я очень вас поддерживаю, понимаю, я вот тоже всю жизнь учусь, и это правда очень интересный познавательный процесс, совершенно бесконечный. И мне хотелось бы добавить, что Тимоти уже 80 лет, и он сам лично приезжает в Россию. Это такая уникальная, мне кажется, возможность посмотреть на родоначальника вот этой философии, которую мы сейчас... О коучинге многие говорят, да, много в мире вообще уже понятия коучинга, и коучинг много. А этот человек, который еще не будучи коучем, еще не было тогда коучинга, он создал вот эту философию. Это удивительно посмотреть на то, как он это создал, что он вкладывает в это понятие, как он видит этот мир. Если у вас есть возможность, уважаемые слушатели, приходите к нам. У нас 24-25 числа в ноябре состоится тренинг в Голубе, и мы вас приглашаем. Если вам это интересно, в видео будут ссылки на регистрацию. И следите за нашими анонсами. И мы будем продолжать серию таких интервью с прекрасными нашими экспертами, которые каждый освещает в своей точке зрения. Это очень интересно. Анна, спасибо вам большое, что вы нашли возможность с нами поговорить и рассказать нашим зрителям такую интересную сторону, глубокую очень. Вы осветили такой важный момент философии Тимоти. Мне кажется, это будет очень полезно многим. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И прекрасного нам прикосновения к легенде. Тот, кто не встречался с ним, у нас есть шанс изменить свою жизнь даже тем, чтобы побыть в его пространстве. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok